Давай, давай, давай. На этих малышей возложена ответственная миссия – восполнить рыбные запасы Волги. 45 тысяч мальков тастолобика и сазана выпустили в реку в рамках традиционной акции «Золотая рыбка», которую ежегодно проводит Балаковский филиал АО «Апатит» группа «Фосаграм». Всегда она была приурочена ко Дню химика и проходила в мае. Но в этом году все немножечко сдвинулось. Мы все ждали, когда можно будет устроить праздник, потому что у нас ежегодно это всегда сопровождалось мероприятием массовым. Мы приглашали детей, мы приглашали жителей. Но для природы ведь не важно, в каком формате проходит мероприятие по выпуску малька. Главное в экологической акции – то, что люди помогают реке. Для восполнения рыбных запасов выбирают виды, которые хорошо приживаются и несут пользу. Поэтому предпочтение отдается растительноядным рыбам, которые помогают реке очищаться от зелени в период цветения водоемов. По рекомендации ВНИРО, общий объем выпускаемого ресурса должен превышать 40 миллионов. То есть мы говорим о каких-то минимальных объемах для поддержания естественной популяции. Но если говорить уже о реальных масштабах, что необходимо в Олдель, то это 40 миллионов растительноядных рыб и приблизительно такой же объем, исключительно частиков, которые несут в себе исключительно промысловые. Обычно в акциях по зарыблению рек и озер участвуют те предприятия, которые наносят вред водоемам. Балаковский филиал АО «Апатит» на водные ресурсы не влияет. Однако сомнений в необходимости выпуска мальков в Волгу на заводе не возникает. Помощь крупнейшей реке в Европе оказывается ежегодно. «Существенный вклад при условии, что толстолобик является естественным миллиаратором, а сазан является промысловой рыбой, то, что мы потребляем». Специалисты говорят, что из этого выпущенного объема выживет 10-15 процентов, и даже это будет хорошим показателем. Сейчас малькам около 4 месяцев. Весят они 25-30 грамм. И до так называемой товарной массы будут расти минимум 2 года. «Есть рыбы, которые так называемые короткоцикловые, типа облатва, окунь, допустим, они приносят потомство через 2-3 года уже и таким образом успевают восстановить свою численность. А есть рыбы, которые в промысловом плане наиболее ценные и в экологическом плане, такая как стерлиц, но это не промыслово сейчас пока вид, когда-то будет промыслово, сейчас нет. Сюда, клещ, чтобы они оставили потомство, им уже надо 4-5-6 лет, а стерлиц еще больше». Участники экологической акции уверены, выпущенные мальки приживутся на новом месте и пополнят рыбные запасы Великой реки. При этом еще и сделают Волгу чище. И каждый, кто отправил рыбешек в открытое плавание, загадал желание – растите малыши.